Добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели, коллеги. Спасибо, что вы, как обычно, присоединились к нашим эфирам. Сегодня у нас очень интересный гость – Мириам Шпигельман, старшая медсестра больничной кассы «Леумид» Израиля и руководитель направления хронических заболеваний. Мириам, привет! Привет, добрый день! Спасибо огромное, что ты пришла сегодня и расскажешь нам, я предполагаю, о том, как живут, чем дышат, как справляются медики Израиля. Причем, я так понимаю, что наш разговор сегодня пойдет о медиках, которые не на передовой, не в красной зоне, верно? Да. Немножко расскажу о себе и о своей деятельности, особенно на данный момент. Я руковожу отделением хронических заболеваний в одной из больничных касс Израиля. в Центральном округе. Центральный округ Израиля, кто был в Израиле, знает, что очень большая скучность населения и в основном больные коронавирусом находятся вот в этом самом Центральном округе, потому что также в этом округе проживает религиозное население, которое тоже очень много у них детей. Они ведут такой образ жизни, который предполагает общение очень тесное, молятся в общественных домах, и поэтому процент зараженных среди религиозного населения очень велик. Я не на передовой, я не в больнице, на мне нет СИЗа, я тыл. Вся деятельность, которой мы занимаемся, это как вот в Великой Отечественной войне. Были люди, которые были на передовой, и был тыл, который обеспечивал, чтобы военные действия происходили нормально. Так вот мы занимаемся в основном этим. Лично я, моя функция в данном контексте, мы на самом деле сейчас работаем все как люди, которые на войне. У нас есть четкое подчинение, есть начальство, и у каждого есть свои функции, и любое действие, да, оно согласовано между должностями. И самое интересное, что не только медработники заняты в этой войне, мы все скоординированы с армией, с полицией, с общественными организациями, с социальными службами. И вот моя функция обеспечить здоровье людей, которые находятся дома, которые не больны, либо тоже больны, но у них есть хронические заболевания. Хочу уточнить. Всем понятно, что люди не... Это пациенты без коронавируса, но имеющие какие-то другие хронические заболевания, или это пациенты с легким течением коронавируса? Я занимаюсь людьми и с коронавирусом, и без коронавируса, которые находятся дома, на изоляции, которые не могут выйти. То есть больные коронавирусом, им не разрешено выйти, а всем остальным не рекомендовано хроническим. Больным не рекомендовано выходить. Потому что мы не знаем на данный момент, нет evidence-based medicine, нет никаких данных, которые говорят, что легче. Единственное, что мы знаем, хронические больные тяжелее переносят заболевания. И мы всем рекомендуем оставаться дома. И моя функция так скоординировать действия всех, чтобы эти люди получили должное медицинское обслуживание, находясь дома. В том числе, еще у меня есть такая функция, те больные коронавирусом, я не знаю, как это происходит у вас, у нас, мне так кажется, что один из больших плюсов израильской медицины, то, что они очень вовремя сделали реорганизацию вообще всего здравоохранения, прям вот за какие-то считанные дни, поняли, куда дует ветер, и как-то все это реорганизовали. То есть были сняты гостиницы, и туда помещены больные. То есть если человек выражал желание, или у него нету никаких-то специальных условий быть дома в изоляции, люди едут в гостиницу, их берут в закрытых машинах и помещают в гостиницу под наблюдение. То есть это люди с легким течением. Все люди, которые... Немножко, видишь, у нас накладывается звук друг на друга. Я правильно понимаю, что если пациент с диагностированным коронавирусом не нуждается в стационарном лечении, то он может быть помещен вот в эту гостиницу, изолирован от семьи таким образом? Да, то есть делается несколько вещей. Если приходит положительный результат, ему звонит врач, выясняет его состояние, берет у него анамнез, и мы решаем, не мы, врач вместе с пациентом решает, либо надо его везти в больницу, либо его берут в отдельной машине, все сделано в отдельной машине, берут на КТ, на рентген легких и прочее, и тому подобное. Если же он в нормальном состоянии, мы, как больничная касса, обеспечиваем каждому больному градусник и пальцоксиметр, и мы наблюдаем, мы его мониторим два раза в день. Каким он? Создан специальный он-колль-центр из медсестер и парамедиков, которые звонят два раза в день и спрашивают, как он себя чувствует, температура, и проводят постоянно-постоянно просветительскую работу два-три-четыре раза. Ты, как специалист по коммуникациям, знаешь, что информация иногда доходит до человека с десятого раза, да, и вот таким образом мы ведем этих больных. И самое интересное, что люди иногда уже делают анализ на коронавирус, когда они уже хорошо себя чувствуют, и тогда они уже сразу хотят освободиться. Мы же знаем, что этот вирус находится в теле иногда две-три-четыре недели, и пока приходят два положительных анализа, иногда даже три, мы не можем освободить человека. Поэтому очень тяжелая ситуация. Люди находятся дома, в закрытых помещениях, когда им только можно подавать еду, при этом они себя еще неважно чувствуют. Долгое время, и тут мы подключаем, тут мы подключаем, общественные организации. Вот я тут недавно звонила семье, у них мама с папой больные, у них 10 или 8 или 10 детей, и она мне говорит, скажи, не, как вы думаете, мы должны питаться? Ну вот на самом деле, она говорит, нам кто-то может помочь день, два, три, но три недели 10 человек прокормить. И мы подключаем социальных работников, они подключают, в свою очередь, социальные всякие общественные организации, и вот таким образом мы решаем эту проблему. То есть им предоставляют продукты или готовую еду, как это происходит? Да, либо на всякие пожертвования им предоставляют горячую еду, либо продукты, и таким образом люди пытаются. Да. А вот ты говорила, что у вас также скоординирована деятельность полиции. Полиция в какой части участвует? Полиция, она вообще, конечно же, следит за порядком, но она вот прям функционирует, знаешь, как один в строю. Самое интересное, что вот в этот коронавирус перестали быть генералы и рядовые. Профессора, медсестры, нянечки, уборщицы, полицейские, все делают параллельные функции, и если кто-то не умеет это делать, он обращается к другому. Ну, полиция может приехать тоже. У нас был такой день скорби по жертвам Холокоста. День скорби. Да, день скорби. У нас мы на 2 минуты замирает страна, и все стоят в память о жертвам Холокоста. И получается, что пожилые люди вообще в громадной степени это как бы нет сейчас возможности, это как опять же гетто, как опять такое воспоминание очень неприятное, что люди пожилые закрыты дома. И вот прямо нам дали призыв во всех городах, мы спекли торты, наши дети развозили, да, так трогательно, старичкам нашим эти, и полиция закупила цветы, и каждому вдавали с цветочком, завозили домой. Такие лампочки. А дети, ты говоришь, развозили торты, а детям можно покидать жилище? Ну, вот последние три дня стало больше, на 500 метров можно. До этого было на 100 метров, а сейчас можно на 500, и как бы они не заходят к старикам, они кладут возле двери, звонят и уходят. Если вернуться к хроническим пациентам, которых ты курируешь, и к тем, у кого нет подтвержденного коронавируса, вот твоя работа сейчас диспетционная, в чем заключается? Ну, мы делаем такую базу данных, у нас есть база данных, которая включает в себя хронических больных по заболеваемости, по потреблению лекарств, по диагнозам, например, в моем подчинении находится 13 тысяч диабетчиков, да, у меня такая вот есть база данных. То, что мы делаем, мы выбираем людей, которых сейчас особенно тяжело, обычно это люди старше 70 лет, или люди с хроническими заболеваниями не скомпенсированными, и мы то, что мы делаем, мы звоним им и спрашиваем, что происходит, что вам надо, вам надо лекарства, мы вам доставим домой, вам надо с врачом поговорить. У нас очень сейчас прям семимильными шагами развилась дигитальная медицина, мы думали, что это нас еще подождет год, два, три, пять, и оказалось, что не подождет. Допустим, по нашим данным на 60% снизилась посещаемость людей больничных касс как фронтально, так и дигитально, то есть дигитальные навыки люди еще не выучили, и медработники еще не выучили, а уже в больничные кассы никто не приходит, и вот создался такой вакуум, который мы на данный момент понимаем, что он скоро не исчезнет, хронических больных мы особо не хотим еще выпускать, и скорее всего, это еще пару месяцев, не знаю, сколько продлится, и нам надо научиться вести их вот в таких условиях. Мы вырабатываем всякие вылетело русское слово рекомендации на разных уровнях, с кем нужно видеться фронтально, допустим, диабетчик, который новый диабет, сахар высокий, только узнали, что у него диабет, ну, что делать, надо его первый раз увидеть, или у кого диабетическая стопа, или у кого боли за грудиной, ну, того сразу отправляют в больницу. Вот так мы вырабатываем какие-то новые стратегии, как вот этих людей пинцетом вытаскивать и давать им помощь абсолютно на другом уровне. Мы знаем уже с кем лучше говорить по видео, с кем по телефону, с кем лучше фронтально, да, а кого можно вообще не трогать, как бы, здоровые люди, что им голову морочить сейчас. А вот нам с тобой не видно, а сейчас в ходе трансляции появилась фотография такого интересного киоска маленького. Можешь прокомментировать? Это очень интересное изобретение, которое позволяет всем, кто желающим провериться на коронавирус и сделать это. Которые ездят из города в город, становятся возле больничной кассы, и любой желающий, или там тот, который был в контакте, или тот, у которого температура, он может прийти. Самое в этом интересное, что тот человек, который внутри, он не должен надевать всю эту амуницию, потому что каждый раз одевать между больными эту амуницию, это очень дорого, и это очень неудобно, это очень неприятно, поэтому человек стоит в этом киоске, там, видите, там есть такие как рукавички, туда засовываешь руки, и этими рукавичками прям как роботрик такой, берешь анализ, и потом все, ты чистенький, и прям там, видите, там внизу стоит компьютер, машинка, которая прям результаты печатает, и все это делается на месте, и все это переносится в базу, да, результаты не сразу, ну, на следующий день, но это переносится прямо с этого вот места, там есть баркод, и с этого места это переносится сразу в базу данных лаборатории, и, а потом мой муж это тоже создает базу данных другую, ну, прямо со всех больничных каст, со всех больниц создана сейчас такая общая база данных, я вот говорю, у нас вчера была видеоконференция медиков, врачей, медсестер, про рекомендации для больных диабетом, и врач, с которым я вела эту видеоконференцию, сказал, друзья, мы делаем историю, прямо сейчас это такое состояние, практики, которых не было раньше, да, представляете себе раньше, кто вообще думал, что можно будет принимать больного онлайн, но все должны были прийти в поликлинику, но уже, да, начинались у нас такие, что ты мог позвонить, попросить хронический рецепт, и у врача было специальное время в конце приема, допустим, он работает до часа у дня врач, с 12.30 у него было время для выписки рецептов хронических, которые вы попросили, или уже были вот такие вот вещи, когда можно было не поговорить с клиентом по телефону или там с пациентом и записать в карточки, а сейчас, представляете, можно будет после этого коронавируса, ты приходишь ко мне, так, у меня прием длится, да, там с 8 до часу, там с 8 до четырех, у меня есть время, я смогу принимать каждого по его желанию, вот так вот, скорее всего, я так думаю. Скажи, пожалуйста, что с точки зрения психологического состояния твоего поменялось с момента начала эпидемии, если что-то поменялось? поменялось? Ну да, конечно, поменялось. Ну, конечно, это как у всех, такая нервозная обстановка, когда есть что-то неизведанное, новое, непонятное, страшное, когда ты, каждый день поступают, извините, новые указания, и ты не знаешь, чему верить, то, что пришло вчера вечером, или то, что пришло сегодня утром, и от разных организаций, и каждый раз надо было один день сказали нам больных не запускать в поликлинику, второй день мерить градусником, третий день не мерить градусником, градусником к лбу там. Каждый раз это все, это нервозное такое состояние, больных в поликлинике нету, люди думают, окей, нас будут увольнять, ну, как бы с другой стороны понятно, что увольнять никого не будут, скорее всего, нужно, как мы будем работать, мы должны теперь звонить, вот сейчас у мусульман завтра будет праздник Рамадан, месяц такой, и прямо мусульмане это празднуют в семьях, да, там общины такие, для них это очень важно. Достаточно тревожная ситуация относительно будущего, вот ВОЗ, например, считает, что до 50% медиков будут испытывать синдромы посттравматического стрессового расстройства, это, ну, действительно пугает, потому что мы не очень так к этому готовы. Как это в Израиле? Ощущается ли это? Думаете ли об этом? Ощущается, да, ощущается. Люди нервные, да, люди переживают, медработники, вот я, я просто тебе расскажу пример, не расскажу про нас, да, потому что получается, так как я работаю на расстоянии, да, так как я работаю не в поликлинике, у меня, в принципе, моя должность, она руководящая по части своей, а по части своей я веду диабетических своих больных. И я научилась, я им звоню, я им звоню, мы с ними переговариваемся, я их даже уже научилась по видео, как инсулин колоть, я их обучаю, да, но те люди, которые работают в поликлиниках, конечно, малоприятно, но еще больше я тебе скажу, вот у нас прям целые больницы отдали под корону, и люди вот работали в урологии, да, допустим, или там в кожных заболеваниях, теперь их всех перекинули на фронт. Очень неприятно, когда мы вернемся, где наши вещи, кто эти люди, взяли, собрали сборную солянку, у нас, я не знаю, как у вас, у нас все в больницах теперь работают по 12 часов, по смене по 12, не по 8. Это было раньше. Ну да, это непривычно, это тяжело, если раньше, как бы ты, у нас целая ставка для медсестры это 40 часов в неделю в больнице, 36, пардон, 36. Так теперь они, во-первых, и больше работают, и больше времени на работе, и очень тяжело, чисто даже психологически, я приду домой, что я принесу домой, я очень боюсь, мои дети, особенно люди, которые работают в домах престарелых. Мне одна сказала, ну, если выживем, поговорим, как дела, если выживем, поговорим. Неприятная такая обстановка, но я думаю, я думаю, что сейчас это уже, знаешь, как всякое психологическое состояние любого человека, в начале вот эта неизвестность, она очень тяжело, когда мы уже в этой истории месяц уже более-не-менее поняли, кто против кого, кто заболевает, кто разносит болезни, да, допустим, мы вчера мне рассказала, приятельница, которая работает, она говорит, у нас все больные, их вирусные, ну, тоже отдельные, абсолютно здания, допустим, если у тебя там глазные проблемы, ты не идешь в общий приемный покой, сделали отдельный приемный покой глазной, отдельный, раньше у нас в Севизраиле у нас был общий приемный покой и хирургический, да, и женский, а сейчас прям каждое заболевание сделало себе отдельный приемный покой, люди ждут на улицах, если ты заходишь на какое-то долгое лечение, всем понятно, ты остаешься там один, бедные психиатрические больные, все, их закрывают, они пришли снаружи, заходят в психиатрическую клинику, их там закрывают, потому что, ну, как это, то же самое происходит с гериатрическими больными, есть же дома престарелых, да, есть общее проживание, есть социальные случаи, есть пансионаты, это же не только больницы, это очень-очень много лечебных заведений, которые вдруг оказались на полнейшей изоляции, и от медперсонала требуют каких-то вещей, которые, ну, раньше не делали, я опять же в России представляю, что есть подобный опыт, ну, пожилым, здесь в Израиле очень принято, что пожилые, они были самостоятельные, это прямо вот мантра такая израильской медицины, вот чем больше, чтобы они были самостоятельные, ты там уже полумертвый, но тебя каждый день спускают с кресла, и стараются посадить, и все, ну, и для этого надо очень много медперсонала, на самом деле, да, всегда есть физиотерапевты, логопеды, это очень большая консуляция вокруг пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, и все это закончилось, минимум, да, чтобы, не дай бог, общие, раньше все сидели в общих, это прямо было вот возведено в ранг обязательства, что все должны сидеть в общей столовой, потому что пожилые, если они будут сидеть каждый у себя в комнате, нету социального общения, а сейчас все, каждый сидит опять в своей комнате, уменьшили, непросто, непросто, люди страдают, вчера одна логопеда, она работает, моя приятельница по фейсбуку, она работает с очень тяжелыми случаями в больнице для детей инвалидов, и она говорит, боже, как я уже мечтала на работу пойти, мы-то с ними не можем общаться через Zoom, это же не те дети, с которыми можно через Zoom общаться, непросто. Что делаешь, чтобы поддержать себя, членов команды, есть ли какие-то лайфхаки? Ну, во-первых, я стараюсь много учиться, я стараюсь понять психологию, как это все работает, и я на самом деле сертифицированный коуч, да, и для меня эта тема очень близка, и занимаюсь выгоранием сотрудниками коммуникации, правильной такой положительной коммуникацией между больными и врачами, и это то, что я делаю сейчас, я звоню каждой медсестре, я спрашиваю, как она себя чувствует, что ей надо помочь, врачу, провожу с ними вебинары, общаюсь, потому что люди прям хотят этого общения, люди хотят друг друга в лицо увидеть, люди хотят понять, что это не только картинка, что там, и общение, все эти лекции, которые просто читают лекции, это уже неинтересно, люди хотят какого-то такого более интерактивного диалога даже, понимаешь, то есть вот вчера сделали лекцию, сказали люди, мы не лекцию читаем, давайте вместе, вы говорите, мы рассказываете свои случаи, мы вам скажем свое мнение, давайте будем общаться, потому что это то, что сейчас очень кажется важным. Раньше все говорили, не, не будем ходить на лекции, сейчас вчера я сделала вебинар, вдруг 60 человек, вдруг захотели. Конечно, потому что это в частности ощущение, хоть какое-то ощущение локтя, плеча, соприкосновениями, свои команды, свои стаи. Хорошо, ну вот знаешь, я под занавес задаю один и тот же вопрос всем гостям интервью, что ты сделаешь первым делом, после того, как эпидемия закончится, изоляция закончится? Я обнимусь, я больных своих обниму. Ой, ты знаешь, ну вот на самом деле, я хочу поблагодарить прямо вот команду, с которой я работаю, и ты это знаешь, я тебе рассказывала, я работаю в таком месте, где у нас вот так, вот прям такая вот командная, и все друг друга поддерживают, и помогают, и вырабатываем вместе, все идеи, они крутятся вместе, делаем такой брейнсторминг вместе. Это по поводу коллег, что очень важно держать руку на пульсе, потому что, если кто-то очень нервный, надо уловить этот момент, и вовремя его погладить, и как-то подбодрить, и все такое. А вот с больными вообще очень тяжело. что я всегда, я вообще такая, если меня спросят, что ты делаешь в медицине, я несу добро. И поэтому, когда я со своими пациентами всегда обнимаюсь, они мне могут всегда звонить, и все такое. И вот это мне прям так не хватает. Вот я вижу вопрос от нашего слушателя, хватает ли защитных средств в аптеках, и что с масками, с перчатками у врачей, у медсестер, у медработников? Хватает уже. Первые буквально неделю не хватало, и потом как-то все быстренько сорганизовали, закупили, привезли, и чуть ли не сшили сами, и хватает. Особенно в тех местах, где работают с коронавирусными больными, нет никаких проблем. Вот мы работаем в поликлиниках, нам выдают там, потому что мы вдруг поняли в первые дни, что это все пропадает, исчезает, цепляем, алкогель привязываем, масочки держим в шкафчиках, и все храним в сторонке, но уже хватает. Быстро поняли. Спасибо. Ну да, хватает, хватает, сейчас хватает, и у нас уже продаются, ну, наверное, так же, как у вас, люди начали шить, там все, и тому прочее, но медработникам, да, хватает. Ну, шить-то да, другой вопрос, то, что по результатам исследований самошитые маски не несут никакой защитной функции, это так чисто декоративно и психологически. Спасибо тебе большое, какое-то добро и тепло, даже я через экран ощущаю. Спасибо огромное, спасибо, что ты нашла время и возможность. пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok